Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Сегодня у нас будет влог. Да, я так странно выгляжу. Так не хочется вставать, ребят, такая тёплая постелька. Но вот этот вот пилиган, он заставляет меня вставать. Он говорит, давай, я хочу жрать. У него сухой корм, но он его не ест. Он говорит, я хочу жидкий корм, я хочу здоровое питание. Вот, поэтому придётся сейчас вставать. Гляньте, как лёг. Чё ты не даёшь мне спать? Я день-ночь работаю на твой корм. Да не гони. Не гони ты мне. Ты просто жрёшь на камеру. В общем, сегодня мы с мамой должны пойти к врачу. И плюс я что-то слышала, что вроде как все магазины открылись. Но это не точная информация, поэтому нужно посмотреть. Что-то хочу прикупить, но для начала нужно встать. А это просто миссия невыполнима. Решила не заморачиваться. Прям вот так вот в постели начала делать себе мейк. И пришёл вот этот вот красавец. Красавец и просит, сделай мне тоже. Ладно, делаем тебе тоже. Ну, чё ты сопротивляешься? Так, тенюшки наносим. Давай сюда тоже тенюшки. Он у нас пацан. Он с мейком пацан. Такой, знаете, на стиле. Да, сладость. Да, сладость. Смотрите, как ему нравится. Сейчас румяна ещё нанесём. Сейчас румяна ещё. Так, тёк, тёк. Сейчас с мамой был чуть ли не скандал. Мама говорит, давай пойдём завтра. Просто она уже давно должна пойти к врачу. Мы собираемся. Я вам сказала вообще, что мы собираемся к врачу. Даже не знаю. Забыла уже. Кулинная память. В общем, мы должны пойти к врачу на общее обследование. До этого мы уже были. Но были у другого врача. А сейчас пойдём на обследование к другому врачу. Вообще, я считаю, что наши родители – это самое главное и самое важное, что у нас есть. И о их здоровье, безопасности и счастье беспокоимся мы после того, как мы начинаем работать. Не забывайте обязательно насильно вводить наших родителей к врачам. Потому что у меня мама категорически всегда сопротивляется. Она вот не хочет. Всегда откладывает. Через неделю пойду. Завтра, послезавтра. И вот сегодня тоже мама мне говорит, что мы встали поздно. Давай пойдём уже завтра. Просто я знаю на 100%, что завтра она скажет, давай завтра. Давай на следующей неделе. Это будет всё тянуться, вот эта жвачка. Поэтому я насильно, так скажем, её веду к врачу, сдавать анализы. Вот. Ну всё, я уже надела вот такую вот кофточку, а вот и мамулечка. Рассказывай, почему ты сопротивлялась? Ну, не люблю ходить по врачам. Надо-надо, а как же без этого? У меня мама вообще ужасно боится. И стоматологов, и нервопатологов, и эндокринологов, в общем, всех. Вот. Но ко врачам надо обязательно ходить. Эта кофта, кстати, меня очень сильно увеличивает. Я прям похожа на девушку, прям в теле, так скажем. Но мне очень нравится цвет, очень освежает. И такой вот красивый мейк. Как раз магазины открыты. Оторвёмся, девчонки, оторвёмся. Я не уверена, что прям все магазины открыты, но куда-то обязательно заскочим и поснимаю там. Все магазины уже открыты. Какое счастье, ура! Мамочка, кстати, в новой маске, которую она купила. Она изначально сказала мне, что давай тебе тоже возьмём нормальную маску. Я подумала, нет, мне неудобно будет дышать. Оно очень плотное. Вот. А потом попробовала мамину маску, и оказалось очень даже ничего. Мне очень понравилось. На обратном пути мы заглянем в магазины. Я обязательно что-то куплю. А ещё вы помните, когда я пошла к Жоли, мне очень понравился один хайлайтер. Если найду, его тоже обязательно куплю. Просто здесь поблизости нету магазина Golden Rose. Наверное, придётся в каком-то обычном другом магазине покупать. Зашли в первый магазин. Здесь мне приглянулся вот такой тёплый костюмчик. Хотя, с одной стороны, когда я ещё успею его поносить, сезон уже прошёл. Такой же кетик я уже давненько хочу себе. Просто расцветка мне не очень нравится. Да и материал неприятный. Интересные низ кофты. Гляньте. Но материал, знаете, прям синтетика. Я вам показываю не всё подряд, а что мне реально понравилось. Вот эта вот сумка, она покорила просто моё сердце. Ещё есть такой расцветки. Стоила она 100 монат. Что делает где-то 4-5 тысяч. Но клёвая. Вы, наверное, во влогах уже видели. У меня есть такой же костюмчик, но без этих лент. Коричневого цвета. Милая сумочка. Но, к сожалению, я особо никуда не выхожу. Сижу дома. Поэтому сумка мне не нужна. Вот тянет меня на всё кожаное. Не могу остановиться. Здесь ещё прям такие интересные вставочки. Гляньте. И материал такой приятный на ощупь. Прям сказка. Яркие спортивки клёш. То, что я ищу. Ой, девочки, я так соскучилась ходить по магазинам. Это прям нечто. Всегда смотрю на вот такие вот пальто, но никогда их не покупаю. Многие хейтят этот фасончик, но мне нравится. Я бы взяла, если бы этот свитерок не был бы белый. Потому что в конце он будет серый. Опять кожа. Если мне что-то взбрело в голову, я обязательно должна купить что-то кожаное. Кстати, на свитера очень хорошие скидки, но мне не хочется. Хочется купить что-то летнее. Опять-опять кожа. Такое платье стоит около двух тысяч. Наши сорок пять монат. Мне очень нравится фасончик. Мама уговорила не брать. Говорит, смотрится ну просто ужасно. Были разные расцветки. Ну всё, я в раздевалке. Раздевалка у них клёвая. Здесь, значит, рубашка и кожаная юбка. Наконец-то нашла что-то кожаное. Насчёт кофты. Мне она однозначно нравится. Сидит очень классно. Подчёркивает фигуру. Интересный фасончик. Очень нравится. Была такая красная и чёрная. Но знаете, больше хочется даже отметить магазин. Это Марков. У них здесь отдельные такие кабинки, где есть зеркало. И хорошо закрывается дверь. И можно спокойно снимать себя. Никто тебя не торопит. Хорошие консультанты, которые не навязываются. В общем и целом, мне очень понравился этот магазин. Ты что хочешь снимаешь. Никто тебе ничего не предъявляет. В общем, пять из пяти. Я осталась довольна. Цвета немного искажаются. Я вам дома ещё покажу. Юбка мне очень понравилась. Хотя она очень короткая. Но мне кажется, если бы она была бы длинная, она бы смотрелась бы уже не очень. То есть фишка как раз-таки этой юбки заключается в том, что она короткая, подчёркивает фигуру. И вместе с этим верхом просто супер. Рубашку такую тоже уже давненько ищу себе. Мне она очень нравится. Она такая, знаете, большая, оверсайз. Но я хочу её носить с топиком кожаным. В общем, показывала вам в инстаграме. Вот здесь в коридоре уже цвета не искажаются. И видно, что рубашка на самом деле белая. Ещё понравились вот такие вот брюки. Но я их мерить не стала, потому что они вообще не тянутся. Зашли в Нью-Йоркер. Юбка-карандаш, которая понравилась моей маме. Это уже юбка из Нью-Йоркера. Она мне понравилась меньше, чем предыдущая. Но тоже ничего. В инстаграме вам показывала эти серёжки. Я давненько в них влюбилась. Осталось только определиться с цветом. Тканевая шорта и юбка. Удобно и красиво. Решила уже начать всё мерить. В общем, такая вот водолазка. Единственное, что мне не нравится, что она мне большая. Хотя это размер XS. Не облегает так, как я хочу. Немного неаккуратно заправлена. Это просто боди. Я не стала заморачиваться. В общем, вот такая вот красота. Белая боди на лето самое то. Есть ещё голубой вариант, но это немного попроще. То есть спина здесь закрытая. Там была открытая, здесь закрытая. Плюс здесь обычные лямки. Хочу взять себе вот такой вот пиджак. Но, к сожалению, моего размера нет. Это XL. У меня достаточно большой. Но свободный пиджак я хочу достаточно давно. Я обязательно как-нибудь куплю. Я уже дома, мои хорошие. Настолько устала. Это просто нечто. Такое ощущение, что я просто таскала кирпичи. Что касается врача, пока что ничего конкретного нам не сказали. Нужно завтра сдать анализы. Их аж 8. В общем, мы проверяем всё. Там два вида УЗИ. Там, короче, куча всего. И всё стоит достаточно дорого. Что меня немножко удивило, это то, что я была в маске. Я немножко приспустила маску. И она мне сразу такая. Если вам не трудно, наденьте, пожалуйста, маску. Я так посмотрела на неё. У неё ассистентка вообще без маски. То есть, мы можем её заразить коронавирусом, а она нас нет. В общем, вот так вот. Ну, это фигня. Самое главное, чтобы лечение прошло хорошо. Чтобы самое главное, ничего не выявилось. Походила по магазинам. Все магазины были открыты. Вроде как везде, знаете, написано скидки, скидки. Но на самом деле, скидки на позиции, которые либо без размеров, либо какие-то, ну, не очень вещи. Но кое-что я прикупила, вам покажу. Самое главное, я купила себе хайлайтер, который видела у сестры Жали. Помните, я даже сводч делала и вам показывала. Это настолько крутые блёстки. Сейчас вам покажу. Это просто слова меня описать. Это надо видеть. Ура, наконец-то он мой. Гляньте. Здесь мелкие блёстки. Правда, вам не очень видно. И они не только сверху, но и внутри. Я думаю, что буду использовать не только как хайлайтер, но ещё просто как тень. Сейчас сделаю сводч на свету, а то так вам ничего не видать. Уже сделала для вас сводч. Правда, вам не очень хорошо видно. Хотя это естественное освещение. Я стою у окна. Вот такой вот хайлайтер. И фишка именно его заключается в том, что сестра Жали уже использовала половину. И всё равно в нём были такие крупные вкрапления блёсток. Можно даже как тень использовать. Что я и буду делать. Может и как хайлайтер. В общем, это оттенок 108. Называется он Стардаст. Ещё я купила одежду. И даже бижутерию. Прикиньте, мне очень понравились серёжки. До этого я в истории в Инстаграм вам их показывала. И всё-таки в Нью-Йоркере я их купила. И ещё кое-что я взяла в магазине Марков. Этот магазин, кстати, мне очень понравился тем, что примерочная. Там закрывается прям хорошенько. Там внутри есть зеркало. В общем, всё на уровне. Здесь чеки. Сейчас. Сейчас вам покажу. Наверное, буду примерять и показывать. В общем, вот такая вот была маечка. Или, как правильно сказать, футболочка. С таким интересным орнаментом. Она была на скидке. Поэтому решила я её взять на лето. Самое то. Взяла такую штукенцу кожаную. Подумайте, зачем мне оно надо? Я вам, опять же, в Инстаграме выкладывала лук. Где девушка одела такую большую оверсайз рубашку белую. И сверху у неё был такой топик. Он стоил, по-моему, 15 монат. Да, не вру, 15 монат. Ну, естественно, это кожа. И я, кстати, не мерила. Так что даже не знаю, будет это мне или нет. И взяла два боди на лето себе. Особенно эта боди мне понравилась. Ой, господи, я даже не видела, что здесь торчат нитки. Ну, в общем, вот такие вот блестящие лямочки. Белое, самое обычное боди. И что-то наподобие, так скажем. Вот такой вот боди. Взяла размер XS. Это, кстати, более удачный крой. Ну, я, в принципе, в магазине вам всё это дело показала. Ну, ещё просто не монтировала, поэтому не в курсе, что у меня как, почём. И взяла вот эти вот серики. Они стоили 9 монат. И вы знаете, обычно я бижутерию не покупаю, но эти мне очень приглянулись. Смотрите, как красиво. Не знаю, я в восторге. Были кольца. Вот, ну, кольца, браслеты. Нет, браслеты, наверное, бижутерию я тоже иногда беру. Кольца я не люблю бижутерию, потому что у меня постоянно руки в воде. Мне неохота снимать, потом обратно надевать эти кольца. Сейчас я их это надену и покажу вам. Ну, естественно, не с этой рубашкой я буду надевать эту. Хотя и так тоже неплохо. Мне нравится подобный стиль. Вот. Выглядит вот так вот. Мне очень нравится. Честно, немного мне тесновато на самом деле. Но я думаю, если было бы сильно свободно, смотрелось бы тоже не очень. Вот. Хочу взять такую рубашку oversize. Такую. И вот сверху надевать такой топик. Как вам? Пишите в комментариях обязательно. Следующая обновочка, которую просто даже мерить не стала в магазине. Гляньте, какая красота. Вот эти вот кисти мне вообще очень понравились. И причем, знаете, вот этот вот край ажурный, он очень качественно сделан. Была на скидке. Все просто хватали. Вот. Очень понравилось, как сидит. Хотя в магазине даже не померила. Сразу взяла. В Нью-Йоркере хорошо, что можно, если что, поменять. Без никаких вопросов и претензий. Лицо у меня, конечно, очень усталое. Но самое главное, показать сережки. Гляньте, как красиво. Очень редко мне что-то нравится из бижутерии. Но эти я решила взять. Они были в золоте. В желтом золоте, в розовом золоте и в серебре. Посоветовалась с мамой. Мама говорит, бери серебряные. Ну, типа под цвет серебра. И мне нравится под какие-то луки. Мне кажется, будет выглядеть очень стильно. Вот еще плюс, кстати, у них двойная заглушка. То есть, есть и обычная заглушка силиконовая, и еще железная. Так что не потеряются однозначно. Уже собиралась все расставлять по местам. И тут вспомнила, что вам не показалось, что купила в магазине Марков. Ну, в общем, я то, что мерила в магазине, то и купила. Второй раз уже мерить не буду. Вы уже, в принципе, поняли. Такая была еще и красная, и черная. Я решила взять такую расцветочку. Она очень нежная и приятная. И кожаную юбочку. Она супер короткая, но я буду носить с плотными колготками. Еще плюс, планирую на пару кило похудеть еще. Хотя мне все вокруг говорят, не надо. Особенно мой парень. Он говорит, что ты такая фигуристая сразу. У тебя там попа и все дела. Но, не знаю, я люблю, когда девушка очень худенькая. Как, например, Ольга Бузова. Мне нравится строение тела. Я люблю, когда ноги супер худые. Поэтому, как бы, планируется. Но непонятно, буду ли я худеть или нет. Но так, в общем и целом, мне она подходит, эта юбка. То есть, она мне не мала. В самый раз. Но даже если я похудею, опять же, она будет на меня хорошо. Потому что здесь вот такой вот ремешочек, который можно, если что, немножко поплотнее закрепить. Так что, худеть можно спокойно. А вот эту вот кофточку я видела на какой-то фотографии у Жали. Мне она безумно понравилась. Решила себе тоже купить. Она, скорее всего, там же взяла. Так что, буду носить с удовольствием. Пишите ваше мнение в комментариях. Что вам понравилось, не понравилось. Что бы вы тоже купили, а что нет. Все-таки не удержалась. Решила примерить. Смотрите, как красиво. Все-таки телефон снимает намного хуже, чем камера. Я посмотрела материалы, которые я отсняла в магазине. И, конечно, на камеру все это видно гораздо лучше. В общем, качество хорошее. Мне нравится. Смотрится тоже интересно. Гляньте. Прям на фотосессию. Так, надеть сережки. С вот этой вот юбочкой все это дело будет. Она тоже клево сидит. И вот готовый лук. У меня ужасно сохнут губы, сохнет лицо. Это просто нечто. Я, в общем, зашла. Твикс. Знаете, что он делает? Играет с ринглайтом. Сломаешь золото. Вот что он делает. Пока я вам снимаю, он играет. Твикс, отстань. В общем, ходила, ходила я. Хотела взять себе утюжок. Видимо, не судьба мне просто купить себе новый утюжок. Я вроде как подобрала один. Но потом в другом магазине увидела его уже дешевле. Потом опять ходила, ходила, ходила. Какой взять? Там разных марок был. Вот зашла в контакт хом, там тоже посмотрела. В общем, так и ничего не выбрала на самом деле. Я думаю, заказать онлайн, может быть, утюжок. Это называется хулиган. А еще вечером, кстати, ко мне должна прийти Жоли. И мы с ней собираемся снимать челлендж. Кто больше роллов съест? Поэтому я сильно нажираться не хочу. Вот такой вот потрясающий у меня обед. Планировалось, что я буду снимать мукбанк. Но потом я поняла, что скоро еще придет Жоли. И как бы нажираться не стоит перед челленджем. А то мы будем играть на деньги. Так что смотрите обязательно новое видео. Такая вкуснейшая шаурма. Сочетание просто обалденное. Помните, однажды я кушала бургер. И там как раз таки была квашеная такая фиолетовая капуста. После этого мне прямо это я подсела, так скажем. Рыбка. А рыбка обязательно с маршарабом, девочки. Если в России сможете найти, то обязательно берите. Очень вкусно. Такой, знаете, сладкий соус, так скажем. И чай. Все это я сейчас схомячу. Я уже покушала. Было очень-при-очень вкусно. Надо было даже снимать мукбанк. Но просто еды было мало, поэтому не стало. Я заказала роллы и жду Жоли. Она должна уже, наверное, где-то через полчаса приехать. И мы будем снимать для вас челлендж, кто больше роллов съест. Я заказала 86 штук. Я думаю, нам должно хватить. И где-то, наверное, пол пятого мне привезут роллы. До этого я должна привести себя в порядок. Прибраться немножко вещи по местам. Пропылесосить и все дела. Весь этот процесс я вам снимать не буду. Просто рассказать хотела вам о том, что врач сказал маме, что нужно больше физической активности. И мама сказала, так я целый день готовлю туда-сюда. И врач сказала, что готовить в 115, например, квадратных метров твоей квартиры это недостаточно. Нужно ходить каждый день по 8 километров. И она сказала, что это не только просто людям, которые хотят похудеть. Да и вообще всем, кто хочет вести здоровый образ жизни, обязательно нужна физическая активность. И мы с мамой решили, что помните раньше летом, наверное, летом это было. Мы ходили с мамой пешком, не знаю, 2-3 остановки. И смотрели, сколько мы километров проходили. В общем, в тот период, когда мы ходили, мама реально хорошенько похудела. И мы решили все это дело возобновить. Несмотря что на улице январь у нас просто потрясающая погода сегодня была, например. Но можно не каждый день. Например, буря, снег, ветер. В таком случае, конечно, не выходить. Но когда погода хорошая, почему нет? Нет, полезно для здоровья, свежий воздух и все дела, сколько можно сидеть дома. Поэтому с мамой договорились, все составили план. Как только хорошая погода, мы идем и гуляем с мамой. Кстати, дома бодина мне вам не показалось. Сейчас я абсолютно без бюстгальтера. Вот почему сейчас могу объяснить. Потому что сзади вот так вот открыто. Если вы надеваете бюстгальтер, то его видно. Девчонки, подскажите, вот что делать в таких случаях, если какие-то бюстгальтера, которые без задней вот этой вот вставочки. А так, в общем и целом, в принципе, можно ходить и так, но мне некомфортно. Я всегда стесняюсь, когда я без лифа. Вот так вот смотрится. Девчонки, обожаю, когда спинка открытая. Посмотрите, как красиво. Ну прям вау. И еще здесь вот эти вот блесточки. Ой, то есть стразы. Вообще пушка. Я уже по второму кругу все меряю. Вот эта юбочка, значит, которую я вам показывала в магазине. Вот такая вот она. Приятная на ощупь. И вот с боди это все выглядит вот так вот. Не обращаем внимания на вещи, которые лежат там. Так, роллы мне привезли, правда, на 40 минут позже, чем я планировала. Но, слава богу, жаль, я тоже опаздываю. Так что все нормой. У меня постоянно пачкается воротник моей куртки. И мне уже надоело ее стирать. Ребята, у кого такая же проблема, пишите, что делать. Наклеить сюда скотч или просто не красить подбородок тоналкой. Какой выход из этой ситуации. Так, ребят, забрала я роллы. Тяжелый прям такой пакет. Сейчас вам покажу, что мне положили. Пять пар палочек, потому что сет очень большой. Здесь 89 штук, что ли. Короче. Сразу пришел твикс. Так, вот такие вот роллы. Следующий. Я, в принципе, знаю, что здесь. Ох, какие интересные роллы, гляньте. Здесь с маком и еще вот такие вот с сыром. Пахнут прям обалденно. Ну, я, если честно, вам не особо проголодалась. А у нас здесь челлендж такой. Ой, какая Филадельфия крупная. Смотрите, огромная просто Филадельфия. Сейчас твикс сойдет с ума. Господи, скажи, что ты со мной делаешь? А это вроде как запеченный, самый тяжелый. Ох, какая красота просто. Пахнет обалденно. Слава богу, Жале опаздывает. Я успею все это дело разложить. У нас будет челлендж. То есть вот отсюда это моя сторона, а вот отсюда сюда это Жале или наоборот. В принципе, нету разницы. Надо аккуратненько все это разложить и сделать так, чтобы все они были в кадре и как бы выглядело красиво со стороны тоже. Чтобы фокус был на всем и вроде как не очень сдали. В общем, сейчас выберем что-то. Здесь дальше роллы раскладываю. Как хорошо, что она опоздала реально. Если бы она не опоздала, я бы не успела все это сделать. Тут у нас два таких пластмассовых стульчика, с которыми я постоянно снимаю видео. Они не грязные, ребята. Это чистые стульчики, которые используются только для стола. Так что не переживайте. Вот такая вкуснятина. Я не особо голодная, если честно, но надеюсь, что ее выиграю. Хотя, если честно, лучше даже проиграть. Ну, чтобы было как-то приятно. Уже разложила. Гляньте, какая красота здесь творится. Это просто рай. Согласитесь, это просто рай. Тут зеркало. В общем, отсюда до сюда. Это жале или мое? И отсюда до сюда это мое. Причем здесь, знаете, немного места не хватило. Пришлось уже вот так вот плотно расставлять. Хотя здесь уже есть место. Еще есть место. Ждем жалеем. Знаешь, что ванна у нас все претает? Все равно, да, у нас же так принято. Вот зачем ты с этим? Зачем вам смотрим, что принесла? Руктики. Она нас любит, я как говорила. Спасибо большое, Жаля. В следующий раз приходи без ничего хотя бы. Отглянем. Откуда ты знаешь, Жаля, что я люблю это? Я там, кстати, все разные дела от разных фирм. Спасибо большое. Очень приятно. Подождите, телефон здесь. Так, все, установила камеру. У нас новый ракурс. Здесь у нас ролл. И, конечно же, красавица Жаля, которая... Мы, короче, кто больше съест? И мы спорим на 100 монат. Ты в курсе, да? Я забыла тебя предупредить. Мы спорим на деньги, да. Вот это моя часть, это ее. Ты голодная, да? Я надеюсь. И твиксик такой. Я тоже голодная. Это не твикс. Только либо творог, который беспроцентный, мясо, отварное, рыба. Не знаю, там морепродукты любые, да? Просто отварное. Онлайн консультация похудения от Жали. Мы сидим и слушаем, Жали рассказывает. А на ужин, может, это все исключить? Углеводы любые это исключать не нужно. То есть, давай его. Да. Или же прихожу. У нас там хурма. На вес такой, да? Какой-то час... Мама рассказывает о своем питании, а Жали говорит, как нужно питаться, чтобы действительно быстро похудеть. Тетя Жали, я тоже набираю. Мы его на диету посадили. Он настолько сильно набирает. Он 2 200 уже. Видишь, какой он расстроенный. Набирает только. Смотри, как спокойно. Даже не шипит. Он набирает, мам. Он расстроен, что он набирает кило. Метаболизм слабый. Ты все равно красивый. Я будто толстый. Тебе можно. Смотри, у него тени я накрасила сегодня. Вот для чего нужны дети и животные домашние для того, чтобы красить. У меня темп. Сейчас я буду организовывать нам чай. Чай вскипел. Сейчас набил. Особо ничего не засняла, потому что с Жали сидели, болтали. У меня что-то в последнее время лицо какое-то ужасное выходит на камеру. Ну, мы, короче, красивее, если что. Да, на самом деле. Жизны другие, на самом деле. Сейчас я иду уже провожать Жали и вернусь к вам. Потому что на улице темно, срочно поснимать не сможем. Глаза красные, усталый вид. А все потому, что я работала. На свою основную работу. Устала очень. Но я, кстати, работала не одна. Вот с кем мы работали. Котик мой сладкий. Уже вынуждена с вами прощаться. Сейчас пойду смывать макияж. Ложиться спать. И обязательно монтировать это видео. Потому что завтра я буду снимать для вас новый влог. Мы с мамой должны пойти к врачу. Там сдать анализы. Еще хочу пройтись по магазинам. Кое-что купить. Потому что сегодня прям меня распирала гордость. Не знаю, у меня было офигенное настроение. Именно потому, что я себе могла позволить что-то купить. Наконец-то мне нужно купить утюжок. То есть выпрямитель для волос. Вот. Поэтому у нас какая-то неделя влогов прям получается. Но я думаю, что вы не против. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если хотите еще больше влогов, пишите в комментариях. Обязательно буду для вас снимать. На этом все. Всех люблю. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok